Каждое утро, из дня в день, из года в год, гоняю овечек. С ними идет наша телка. Ну, телка какая. Сейчас она не доится. Не доится запущенная. Гоняем овечек. Гоняем, идут, себе идут. Такое вот пасмурное небо сегодня у нас. Ночью, наверное, дождик был. А может быть будет. Уже прошло две декады августа. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Белов. Сегодня я вам расскажу про второй этап нашего сенокоса, который происходил в этом году у нас, в 2019 году. Ну, а в начале я, конечно же, естественно, передаю вам всем, друзья, приветы. Приветы всем. Следите, друзья, за своим здоровьем. Переезжайте в деревню. Если вы не переезжаете в деревню, навещайте своих родных в деревне. Ну, и просто спасибо вам, что вы смотрите мой канал. Канал других деревенских блогеров, кто работает на технике. Канал блогеров-трактористов. Вообще, если вас интересует вот эта такая тематика. Да, собака? Тематика деревенской жизни вот этой всей, вот этой деревенской атрибутики. Такого вот. Ладно. Начинаем. Не будем просто так лить воду. Поехали. Итак, расскажу я сейчас, в данный момент, сейчас начинаю ролик свой еще раз. Про второй этап нашего сенокоса. Как мы в этом году метали сено. И метка пришлась на начало августа. Я уже показывал предварительно, я ездил своему другу, товарищу в село Бергамак. Там помогал Александру Грязнову с меткой сена. Помогал ему, чтобы он мне тоже приехал. Как вот такая взаимовыручка, взаимопомощь. Чтобы он мне приехал, помог тоже на сенокосе. В эти дни, когда он приезжал, сын Дмитрий у нас был в городе еще, проходил практику производственную на одном из автотранспортных предприятий города Омска. Поэтому, поэтому вот Дмитрий у нас не присутствовал. Ну, что я скажу. Как это все было снова. Я съездил 5 августа, собрал все сено в волках, волковыми граблями. Чем мне понравилось собирать? То, что рядки получаются всегда ровненькие, ровные. Ездишь, собираешь, формируешь рядки. Ну, предварительно, естественно, все это, в отличие от таких простых грабил, получаются ровные. И сено так как бы вспененное, взбитое. Подъезжаешь, когда толкать сено, оно берется практически без потерь. Это первый момент. И оно переворачивается, естественно. И то, что не подошло, ну, где-то с сердцой, где-то волглое, оно моментом продувается, там, буквально каких-то час, может быть, даже меньше часу подходит хорошо. Погода в этот день, 5 августа, была очень хорошая. Ну, это вот как бы такое небольшое предисловие. И я позвонил вечером Александру, я говорю, Саня, приедь, пожалуйста. Он говорит, да, без проблем, без вопросов, приеду. Наступил следующий день. Саша приехал. Да, кстати, я снимал все это на видео, но, к сожалению, запись моя оказалась удалена. Ну, короче, сам профукал и удалил все это с флешки. В итоге сейчас вот будут кадры. То, что записывал деда Петя на свою камеру. Так что, ну, там немножко очень он записывал. Не так, может быть, подробно с какими-то вот этими комментариями моими. Или там своими. Ну, так вот. Что есть, то есть. Итак, приехал Александр. Приехал мы. Поехали. А оказывается, вечером, вечером 5 августа деда Петя одел на толкающую волокушу и собрал уже где-то половину того, что половину волов в копны собрал. Естественно, поскольку площадь была большая, мы заехали сразу. Саня стал вспехивать эти копны. Вспехивать в куче. И я тут же сразу, считай, с половины, наверное, 11-го начал, включился в работу. Ну, а что там, в принципе, технологии отработаны. Подъезжаешь, ложишь, 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 ложишь. Формируешь тут стажок, там стажок, там стажок. Елена Степана у меня вершильщиком была, залазила на сток, растаптывала, вершила. Ну, и приезжали с бабой Валей мои племянники. Маша с Мишей. Дети. Мои племянники, они живут в городе Омске. Ну, а здесь вот просто как бы отдыхают. У дедушки с бабушкой набираются сил, здоровья на летних каникулах. Ну, а баба Валя взяла просто грабли. Грабли такие деревянные. Ходила, обчесывала стога. Ну, обчесывала стога, чтобы придавала им какой-то маленький, маломальский, красивый вид такой вот. Я сам бывает, когда мечешь сено, когда там, ну, на расслабоне, там, надо, допустим, стажков 5-6 сметать. Ходишь так, вышел, почесал стога. Ну, где-то бывает, там, ложишь сено, оно там нависло, как-то некрасиво. А этот, грабли взял, раз, обошел, обчесал его стажок со всех сторон. Он считает, выглядит так красиво и аккуратно, эстетично. Ну, вот так вот, ну, что, начали метать где-то в среднем. Ну, рука, не хвалюсь, но вот так вот говорю, рука у меня набита, у меня где-то выходит в среднем. Когда куча натолканная, 19 минут у меня выходит на стог. 19-20 минут, вот, подъезжаю кучу к этой, и за 19 минут кучу эту складываю в стог. Там выходит, сложил, подъезжаю к другому месту, в другом месте также начинаю складывать. Ну, бывает, иногда чуть подольше, там, вершильщик просто устает. Были времена, когда метали моей бригадой, колхоз развалился, там было два вершильщика, два, две толкающих волокуши, и они там успевали только-только метая. Я был один на своем тракторе на этом. Подъезжали, они наталкивают, вершильщик на один стог залазит. Пока я этот стог делаю, сделал, слазит, другой человек залазит, там начинает вершить. И вот они так были по переменке. Ну, естественно, на тракторе стоял для гидравлики 50-й насос НШ, чтобы это все быстро, хорошо работало. Так что вот так вот. Ну, что, мы начали мы тогда в тот день с половины, даже не с половины, с десяти начали, потому что все уже было подготовлено. Саня приехал, начал сразу пихать, толкать. Ну, деда Петя на граблях там что-то подгребал. Ну, сено, денек был жаркий, сено выдал, сено быстро собрали, сметали. Что мы, мы в тот день поставили 13 стажков, 13 кучек. Ну, кто-то называет это копно, я называю это кучки. Кто-то говорит, это места, у кого-то это стога. Ну, факт то, что это сено, все стоит в стогах. 13 копен поставили, 13 кучек, 13 мест, короче, у нас вышло. И работали мы где-то примерно с десяти. Ну, с полодинства я начал. Часы ушло у нас на обед. И до... До скольки? До 7 часов вечера, до 19.00 мы закончили. До 19.00 закончили. Я сразу тут потом подъехали, снова ужинать сели. Ну, ужин там минут 40. Сели, посидели, полежали под телегой. Так что вот так вот. Такой вот у нас выдался денек. Синокос. Чем примечательный Синокос? Стояла хорошая погода. И мне 10-го числа нужно было проводить вот этот праздник деревни. И это, друзья мои, тоже большая ответственность, большое подспорье вышло такое, что и вот я с этим сеном, то, что было скошено, что подошло. Я, как говорится, разделался с ним и перешел на другой вот этот вид работы. После того, как говорится, стал готовиться усиленно вот после этого. Это Синокос был у нас, вот второй этап был 6 августа, перешел на подготовку к празднику День деревни. Там уже, естественно, и какие-то такие, ну, основные мероприятия подготовительные, согласования там, ну, разные организационные моменты, которые все это были. Так что вот так вот, что я хочу сказать. Ну, технологии у нас отработанные, технологии отработанные, медки сена. Кто-то напишет, еще раз напишет, о, вам надо пресс, пресс, ну, надо, надо, ну, пока что денег нет, пока денег нет. То, что есть на рынке там, кто-то снова напишет, вот, ты покажи нам, какие у вас пресса, мы проконсультируем, покажем тебе, скажем, на что обратить внимание. Что я хочу по этому поводу сказать? Не каждый разрешит снимать свой пресс там или что-то еще. Ну, и, во-первых, во-вторых, это надо ездить по району там туда, 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 там что-то рассматривать. Ну, продают, на самом деле, не очень хорошие варианты и просто позвоню иногда, бывает, своим коллегам по цеху культуры или знакомым своим в деревне. Я наезд в деревне, спросишь, какие-то справки наведешь у кого-то, у того, у того, про того человека. Также, может быть, и про меня кто-то спрашивает, может, позвонил там своим знакомым в деревне здесь, навел справки. Есть там, допустим, пресс-трактор там или что-то еще, какой-то другой продукт, который мы можем продавать, реализовывать. И вам или этому заинтересованному лицу выдадут всю информацию про то, кто это там, чего, как продает и как реализует. Так что, вот так вот. Вот так. Ладно, у нас еще будет потом следующий, через несколько дней, сделаю, подготовлю ролик о том, как мы скосили с дедой Петь Есено. И там у нас не обошлось без одного такого небольшого происшествия или, как это сказать, приключения, так называемый попадос на деньги. Ну, это уже другой ролик. Это уже другой ролик. Так что, вот так вот. Ну, и будет, естественно, там еще вот этот третий этап, как мы косили сено и как заготавливали сено. Вот. Ладно, на этом все. Пишите свои комментарии, мне интересно знать ваше мнение. Да, друзья мои, прошу вас подписаться на канал, оставить свой комментарий какой-то, для того, чтобы ваши комментарии дают новую тему для других последующих роликов. Там кто-то что-то написал интересное такое, я взял это за основу какой-то, вот этот комментарий, и развиваю следующую тему какую-то более интересную. Ну, и вы сами предлагайте темы, что хотите узнать, услышать. Ладно, все, на этом пока. Пойдем монтировать ролик. Вот этот. Да, друзья мои, и всем, естественно, привет. Привет все, кто меня смотрит, кто меня знает, следит за каналом и просто кому интересно. Да, Петя Петушок, да. Ну, вот все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...